Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Хочу в первую очередь извиниться перед своими зрителями, что так долго не было видео. Постоянно что-то, короче, было не так, то там звезды в небе не так. Даже вот это видео, которое я запланировал, мне мешало очень долгое время снять его погоду, но сегодня вроде хорошая погодка, и мы снимаем это видео. Сегодня мне помогает мой подписчик и друг Артём. Всем привет! Привет! Короче, надеюсь, название видео вы догадались, что у нас сегодня 24 часа челлендж. Сегодня мы построим плод. Вот, смотрите, мы, короче, взяли с собой кучу всяких вот таких вот досток. Вот здесь у нас куча 6-литровых бутылок. Мне пришлось 2 дня ездить по городу по различным объявлениям, скупать все бутылки бэушные, которые люди продавали. Дело в том, что город у нас небольшой, и в таком количестве купить бутылок каких-то новых, либо просто куда-то приехать, купить сразу много бутылок, ну не получилось. Поэтому приходилось вот так вот ездить понемножку собирать. В общем, сейчас мы с Артёмом с помощью вот этих досток сколотим какой-то плод, потом планируем поместить вот эти вот бутылки, которые у меня за спиной находятся, в мешки. Мешки как-то привяжем к плоту. И, короче, вот тут у нас такой есть карьер красивый, красивый очень карьер. Короче, потом поставим на воду вот этот плод, и где-то на середине мы заякоримся, и проведем там 24 часа. Вернее, ну не 24 часа проведем, просто формат видео называется 24 часа. Я думаю, до вечера мы справимся с постройкой этого плота, и вечером поставим его на воду, и просто переночуем там. Ну а вы, ребята, в самом начале видео можете уже поставить на это видео лайк, потому что, ну сегодня мы, наверное, проделаем большую интересную работу, и надеюсь, видосик тоже будет интересным. А спонсором этого видео является мой инстаграм, мой инстаграм ссылочка в описании, и, короче, подписывайтесь хотя бы в инстаграм, потому что спонсора нету. Короче, все, мы погнали строить плод. Вот таким вот образом, ребята, мы набиваем мешки бутылками. Вот такие вот у нас получаются мешки. В целом должно у нас получиться где-то 16 или 17 мешков, и размеры нашего плота будут 3 на 2 метра. Я надеюсь, что мешков будет достаточно для того, чтобы эти мешки удержали наш плод на воде. Собрали мы, ребята, наши мешки с бутылками, вон там они за спиной, короче, у нас лежат. Здесь разложили доски, в принципе, это реальная величина нашего плота. В общем, сейчас мы будем его скручивать, собирать, потом будем прикручивать вот те мешки сюда, как я уже говорил, ну и будем становиться на воду. Сегодня, короче, когда мы встанем на воду, под открытым небом, понятное дело, мы спать не будем, вдруг будет дождь, а погода в последние дни очень плохая, несмотря на то, что сегодня солнце, тоже передавали, что у нас будет дождь, поэтому мы на всякий случай взяли палатку. Я думаю, что здесь поместится, а, это палатка, ну и б, вон такие два стула, на котором Артем сидит, и посерединке мы поставим мангал, что-то приготовим себе. Я думаю, что мы до темноты сегодня еще успеем это все завершить. Итак, ребята, мы скрутили уже наш плот, сейчас укрепляем его вот такими вот мешками с бутылками, я уже примотал сюда пару мешков, короче, пришли мои подписчики, они мне тут помогают немножко вот так обрезать веревку, мы забыли нож. Вот, давай, покажем, как мы это делаем. Еще раз, давай, еще раз. Блин, мы репетировали, он очень хотел в видео попасть, и у него чуть-чуть-то получается. Давай, давай, тихо, я потом это вырежу. Все, выключай, выключай. Ты мне сейчас брови спалишь. Короче, этот пацан просто очень сильно хотел в видео попасть, помахай с бокой. Всем привет. Итак, ребята, наш плот готов, посмотрите, вот такая вот у нас получилась интересная конструкция, я надеюсь, что она нас выдержит. Единственное, что меня сейчас смущает, это то, как мы будем его ставить на воду, потому что он на самом деле очень тяжелый, и мы не сможем вот так прямо вот здесь столкнуть воду, потому что вон там есть такая труба. Нам нужно будет сейчас вот как-то через вот эти камни спуститься туда к воде и поставить плотно воду. Итак, ребята, мы привязали вот такую вот веревку к вот этому пирсу, и сейчас с помощью вот таких вот весел будем пробовать куда-то плыть. Этим самым мы проверим, насколько мы вообще сможем маневрировать. Если не сможем, то мы просто по веревке вытянемся на берег, ну а если сможем, то мы вернемся, сейчас возьмем палатку, мангал, стулья, и уже поплывем, короче, так, серьезно поплывем, короче. Ну что, погнали. В принципе, ребята, у нас получается плыть вот эта веревка, которая уже заканчивается. Так, вот она привязана. Это наша якорная веревка. Мы сейчас, короче, вернемся на берег, возьмем все свое барахло. Я надеюсь, в принципе, барахла у нас не так уж много. Если нас выдерживает достаточно, вроде, убедительно держит нас, да? Сильных. Сильных держит, то я думаю, что нас с нашим барахлом выдержит. Короче, мы вот это разделили так пополам. Там будет с той стороны стоять палатка, с этой стороны будет стоять стулья, а посерединке будет стоять мангал. Солнышко, в принципе, еще не зашло. В общем, сейчас сделаем себе такой небольшой ужин, пожарим сосиски на мангале. И испытание наш плод прошел успешное. Мы уже установили вон там палатку. Вот здесь у нас такой вот мангальчик. Тут такие стулья. В общем, мы уже на воде. Сейчас целенаправленно никуда не плывем, потому что, ну, как бы, карьер, в принципе, здесь не очень большой. И далеко не уплывем. Да и течения такого здесь нет. Сейчас где-то примерно до середины доплывем. Кстати, на середине здесь глубина свыше 100 метров. Я не знаю, хватит ли нам якоренной веревки. Поэтому, наверное, на самую серединку мы плыть не будем. Здесь, короче, мы насыпали угля. Купили такой вот разжигатель. И сейчас, короче, распалим этот уголь и будем жарить на нем сосиски. Разгорается понемножку наш уголек. На камеру, не знаю, вроде плохо видно, что горит на самом деле огонь. Я надеюсь, нашу палатку он, короче, сейчас не пропалит. Сейчас чуть-чуть прогорит наш уголек. И мы купили две пачки вот таких вот сосисок. Не буду, короче, показывать вам, что это за марка, чтобы не будем делать рекламу. Вот еще у нас тут пачка была. Короче, вот такой вот у нас не самый полезный. Немного такой чересчур сытноватный будет ужин. Потому что сегодня мы, на самом деле, мы с Артемом встретились в 12 дня. Сейчас сколько уже? Сейчас уже 8.20 практически. Все время мы что-то делали. Вроде, кажется, что тут такого. Но, на самом деле, прикрутить там сотню саморезов, чтобы скрутить этот плод. Вроде, ну, кстати, да, саморезы было очень быстро прикручивать. Но мы там ездили, покупали эти доски туда-сюда, туда-сюда. Короче, целый день ничего не кушали. Весь день на ногах, немножко умаялись. Я думаю, что сегодня можно себе позволить такую вот небольшую трапезу в виде сосисок. Не знаю, хотел мясо взять, короче, но мясо долго жарить. Я побоялся, что если мы много угля сюда насыпем, не дай бог, сгорит палатка. Палатки, кстати, подобные. Они очень быстро прогорают, прям моментально вот сгорают. Буквально там минута-две, может, короче, быстро горят. Надеюсь, пожара у нас не будет. Артем, как тебе вообще? Кстати, Артем сегодня говорит, что первый раз увидел палатку или что ты сказал? Не, первый раз буду ночевать в палатке. А, первый раз сегодня будет ночевать в палатке. Ну, в принципе, блин, летят такие эти маленькие штучки туда. Короче, в палатке, на самом деле, спать не так страшно. Сейчас, в принципе, на улице тепло, у нас есть спальники, так что я думаю, что мы не замерзнем. Ну что, ребята, наши сосисочки уже жарятся. Не знаю, короче, сколько им еще жарится. Не знаю, ребята, чем будем их переворачивать, как снимать их будем. Я вот такую вот, ну, короче, такая типа ручка, я ее снял. И думаю, с помощью нее буду как-то наши сосиски переворачивать. Потому что не подумал, чем переворачивать сосиски и на что их потом снимать. Ну, короче, как-то дозахаваем их. Мы, ребята, ничего умнее не придумали, чем положить сосиски вот так на пол Потому что, мне кажется, они уже готовы Не хочется их ложить в тот лоток, в котором они еще были сырыми Потому что, ну, как бы они там лежали сырыми Так что будем вот так вот сидеть и кушать Кстати, уже скоро темнеет Вот там где-то видно луну А вон там где-то спряталось солнышко В общем, сейчас на часах уже 9.05 Итак, ребята, на часах моих уже час ночи У нас полностью потух уголек Ну и, наверное, мы уже будем ложиться спать Потому что я, честно, не знаю, чем нам еще можно заняться В принципе, сейчас час ночи На улице не очень холодно, несмотря на то, что мы стоим на воде В общем, короче, погнали в палатку Доброе всем утро Хотя, какое оно нафиг доброе Сейчас на моих часах без пяти Пять Надеюсь, вам слышно, как вокруг моих птичек Небо, короче, ребята, затянуло тухами В общем, я думал, что будет дождь, дождя К счастью Не было В общем, сейчас собираем наши манатки И отправляемся домой Уже нормально Ой, чуть не зевнул И идем уже домой, короче, нормально Отсыпаться Не могу сказать, что мы выспались Потому что, ну, поспали 4 часа где-то 4 часа, это, наверное, все-таки больше похоже что-то на мучение, нежели на сон Короче, пока что как-то так Артем Да, вылази оттуда Что, как тебе спалось? Спалось нормально, но мало Надо больше спать Надо спать как минимум 6 часов А то и 8, а то и 10 Да Все, тебе понравилось вообще наше такое? Да, классно, в палатке спать Ты первый раз спал в палатке? Да О, путешествия тебе наше вообще в целом как понравилось? Да, отлично Короче, ладно Собираем, ребят, манатки И едем домой Я надеюсь, данный видеоролик вам понравился Если это так, то подпишитесь на моего спонсора Мой спонсор, напоминаю, это мой инстаграм Ссылка в описании Подписывайтесь, короче Там я иногда снимаю какие-то сторисы Не очень люблю фоткаться Но, короче, вы подписывайтесь на мой инстаграм Я вам буду за это очень и очень и очень благодарен Ну, а с вами был Сергей Трейсер Всем, ребята, до новых встреч Всем пока